Всем здравствуйте. Сегодня я расскажу вам, как классно выступить, какие бывают аспекции, какие бывают виды дефиле, ну и как реагироваться на какой дефиле, чтобы вам потенциально выиграть или хотя бы получить то, чего вы хотите от этого. Ну, пожалуй, я начну. Издалека с самых отзов, то, что всем должно быть понятно, это то, что нужно всегда, в одном области выступления. Я вам скажу так, из личного опыта, что есть много опытных фэкслееров, которые зачастую выходят на свою популярность среди молодежи, и они очень часто выезжают за то, что просто судьи знают, что это, он популярный, и поэтому они даже не стараются, и побеждают. Но бывает такое, бывает такое, что люди смотрят на них, смотрят, что выступление так себе, чем я пользуюсь, я выступлю так же и выиграю. И так, потому что люди разные, и в общем, если вы хотите... Извините, это уже половина вашей победы. Вторая половина – это ваш костюм. Но судьи, они зачастую смотрят, ну, допустим, вы выходите в хорошем, в таком достойном костюме, но вы выходите по сцене, вот если вы не тут постояли, и тут чуть-чуть постояли, чтобы покрутились и ушли, судья посмотрит, что человек, который выйдет за вами, он будет в тряпочках каких-то, легенько, но он выйдет так, что судья будет смотреть на него и думать, вот это да, вот это классно выступило, еще полминуты думать об этом, вот классно. И он уже забудет, какой у вас классный костюм. Чему будет все равно, потому что детеле оно впечатляет. Ну, я вам расскажу, как украсить ваше детеле, как его построить, ну, как поставить музыку, все по порядку. Начнем с того, что нужно всегда выбрать цель детеля. В основном есть две цели – это выиграть и для себя. А там оно разделяется. Допустим, если вы хотите выиграть, вам определенно надо ставить детеле, где много движений, где вы захватываете с собой весь зал буквально. А если вы хотите просто для себя, вы сделали красивый костюм, а вы не хотите выиграть, вы бы хотите выйти и показать, какой вы красивый, чтобы все на вас посмотрели и сказали, какой он красивый. Тогда в таком случае вы выбираете депилет в фото. Ну, вы… Сейчас я объясню. В первом случае вы выступаете и все фотографии, с форсуэнами, они будут размыты, потому что вы действуете, вы постоянно двигаетесь, вы не замираете, и это захватывает. Но на фотографиях это некрасиво. А когда вы выступаете для себя, вы ходите расслаблено, встали в позу, посмотрели в камеру, поиграли на зал, и тогда все фотографии у вас будут шикарны. Ну, каждый сам для себя выбирает. Он для себя? Или он хочет выиграть? Вот как-то так. И, не знаю, зачастую больше, конечно, нельзя выиграть, но это уже каждый выбирает. В общем так, я вам расскажу сейчас, что лучше всего ориентироваться на… Ну, не придумывать велосипед, а ориентироваться на то, что кто-то уже наступал. Часто нужно смотреть перед тем, как вы выбрали героя, и вы смотрите, кто-то в мире, вы не первый в мире, который вы делаете, в любом случае, и кто-то уже всегда-то выступал с таким костюмом. И вам лучше всего не придумывать с нуля, ну, а посмотреть, открыть интернет, покопать, посмотреть. Вот кто-то выступил так, кто-то выступил так, он выступил хорошо, а этот вообще не без музыки выступал. И вам нужно все это сложить в кучу и понять все плюсы, все минусы, и собрать это все в едино в лучшие обители. И вы ничего нового вряд ли придумаете, потому что каждый раз что-то новое добавляется, но не придумывается целиком. Вы можете посмотреть, вот, например, вчера было выступление одной из всем известной в наших отецких кругах, как Флэши. Она выступала по типу японского выступления. Но суть в том, что все, кто смотрел более-менее, ну, кто знает структурах интернета, сидит, и вот все время в своей дефле готовит, он знает, что это происходило. И поэтому он смотрел, ну, слизанно, но это не красиво. Потому что она делала точь-в-точь. Так делать не стоит. Вы смотрите, но никогда не слизываете до конца. Потому что вот человек посмотрит, или даже студия, более всего обидно, когда это делает студия, и он знает, что вот человек так высыпил, и чего ты повторяешь ему. И тут сразу этот минус балл. В общем, так. Ладно. Я вам расскажу сейчас то, на чем я больше всего, мне нравится работать. Ну, на дефиле. Это больше всего, это музыка. Это основа, ну, большая часть хорошего дефиле, это музыка. Потому что, если ты выходишь под какой-то заезденный трек, который все слушают каждый день по радио, ну, кто скажет, я этот трек уже слышу в десяток раз, и потому что ты под него больше мне ничего не делаешь. И, так же, дело какое-то, я понимаю, если у вас какой-то фэнгом, и вы выбираете овцы из него, да, вот главный опенинг, он так подходит под вашей дефиле, но лучше найти что-то более гармоничное. Потому что все эти овцы, они всегда, 70% выступлений от этих костюмов всегда будут сошлены. Лучше выбрать какую-то оригинальную музыку, которая вам по душе. Пусть ее никто не слушает, пусть ее не слушает. Пусть это будет какая-то классика, или, не знаю, что-то динамичное, но не вылежное. Это основа. И главные плюсы, ну, скажем так, главные... Извините, я присяду, потому что очень жарко, очень душно. Я вам все отраспорю, как с помощью музыки можно поставить смысл дефиле. В общем, если вам хочется дефиле сделать экшен, ну, вот, передать какую-нибудь сценическую постановку, в дефиле пусть она будет 30 секунд, но вы хотите это как-то обыграть. Музыка – это отличный шанс сделать дефиле, вот, разделенным, допустим, на какие-то фрагменты. Я вам позже покажу пример, как вы выступали, и с помощью музыки мы четко разграничили переходы ситуации. Дефиле... Оно было буквально полторы минуты, но мы очень много в него... Это фигура. Мы очень много в него вложили. И это было классно, и судьи отменили это. Получается, что главное еще, музыку зачастую очень слышно на сцене, когда вы берете музыку разной громкости. Это очень важно прослушивать в то время, когда вы сводите трек. Потому что бывает звук, звук, хорошая, красивая песня, и сразу вы ее... Следующий трек, и вот он либо очень бухой, и вот кто-то уже сидит вот так, что это за песня, где-то слушает. И он, наоборот, бахает, и все в зале вот так вздрагивают, и он все равно, когда выступает, они хотят, чтобы это закончилось. Очень это важно выбрать, чтобы музыка была вот в один тон, и очень важно, чтобы она плавно переходила. Или чтобы это был какой-то нисходящий звук, он заканчивался, и в следующем видео начинался трек. Ну вот я вам сейчас покажу видео, как пример вступления. А потом я вам покажу видео, где... Оставьте на правду все. Снова видео, в котором... Ладно, по порядку. Я покажу вам выступление, а потом я вам по порядку объясню, как мы его строили и в чем его... Давайте. Можно сделать погромче как-то? Потому что он, по-моему, долго с компьютера дается. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В общем, последний момент это был организатор, ну, человек, который сидел на звуке, просто выключил наше видео, хотя там дальше был звук, который должен был не оборваться, а вот в затихнике там была фраза, было очень красиво, мы должны были поклониться под нее. Но звуковик решил, что хватит нам выступать, и он просто выключил звук. Было так. И на самом деле, очень важно, когда вы готовите, допустим, вы готовите видео, вот сейчас музыка была привязана к видео, но вы этого не увидели, потому что на фестивале оказался монитор. Не проектор, на котором можно увидеть видео, а монитор. Вот. И мы очень удивились, потому что на видео работали очень долго, и когда мы увидели вот это, мы такие, что его листы не увидит, оно жутко отсвечивал свет крыши вот на этот монитор. И мы сами со сцена не видели, что оно происходит. Это было очень не видно, потому что мы очень старались над видео. Но самое обидное, что теперь нигде не выступим с этим выступлением, потому что на многих фестивалях существует правило о том, что выступил один раз где-то. Больше-то у нас как-то не выступит. Ну, как бы это логично, но немножко неприятно. Я вам сейчас расскажу про видео, ну, как вписывать видео выступления, и сейчас же я продолжу рассказывать про это много. В общем, сейчас все выступление было поделено на отрывки, которые изменялись с музыкой. Я могу сейчас включить его и постепенно вам объяснить. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Было вступление, потом началась сцена, ну, как, для экшен. То есть мы не татировали, как я говорила, для фотографий, а сделали это на сутки, на зал. Работали с залом, и здесь делается так смотрелно. И никто даже похлопать не мог, потому что все снимали. Ну, мы так разочаровались, когда не услышали аплодисментов, но посмотрели, и все ответственности оправдались. И вот тут был взрыв, тишина, потому что очень важно было затянуть тоже тишиной, можно тоже много чего передать. И вот пошла песня, уже следующая, ну, следующий этап посмотрения тоже, следующая сцена, что происходит дальше. Оно немножко взглянуло, конечно. И вот появляется следующий персонаж, и он как бы смотришь, что здесь происходит. И нужно было обыграть и следующий персонаж, это как бы настроек. Вот, заливается в третий персонаж, и мы уже все показываем, дальше играем на камеру. Остановились позы, как бы это можно замечательно. Вот, и дальше пошло стандартное дефиле. Ну, мы уже показали цепь, его молодцы. И все, без вам, и... Вот. Главное, фазировать тоже, очень важно, я сейчас тоже расскажу, как фазировать, чтобы судье понял, что вы хотите передать, и хотите ли вам вообще что-то показать на движение. Вот. Ну, и в конце поклания, все это понятно. Я вам еще раз расскажу про звук. Ну, вы поняли. Главное, делать это, если вы хотите даже вот отрывками, все равно делать это плавно, и показывать на сцене, что вы не ждете, пока звук закончится и начнется следующее. Рассчитывать музыку так, чтобы вам хватало вот секунды времени сообразить, что дальше уже нужно делать. Вот, это очень важно, потому что иногда вот кто-то зацепился звуком, и у нас была такая ситуация, очень глупая ситуация, потому что мы выступали с этой песней вот на этом фестивале. И мы потом взяли тот же трек на другое выступление и очень просыпили, потому что тут сцена, вы видели, какая там лестница, все это надо обойти, и музыка была затянута, чтобы можно спуститься с лестницы, красиво стать. В итоге мы приезжаем на другой фестиваль, где сцена абсолютно ровная и выходят прямо за кулисную сцену. И мы смотрим, и мы совершенно, никто не подумал про сцену. И мы выходим, и я понимаю, что мы уже встали в позу, тот сценарий, звук идет, и мы еще идти секунд пять, и будет звук постоять, и будет звук постоять так. Мы начали крутиться. Выкрутились, конечно. Но это было очень глупо. Всегда надо продумывать ту же сцену, потому что это очень важно. Чтобы не попасть в такую ситуацию. Я вам покажу видео, но сначала расскажу, как в видео отсунуть так, чтобы это смотрелось органично. Очень важно, чтобы узнавать у организаторов, каким будет проектор. Потому что если это будет маленький телевизор, можно забыть про видео, просто старайтесь над звуком. Но если есть немножко загрушения и красивый проектор, то можно постараться, чтобы была картинка. Зачастую на фестивалях просто включают картинку героя вашего, и все смотрят и сразу... Мне это не нравится, если честно, собирать все опыт. Проще писать имя, чтобы все запомнили хотя бы что-то за персонаж. В общем... Что же было? Чего я рядом? Ну, почему я рядом? Ну, ну, меня восторга не варит. В общем... Ладно, я просто расскажу про видео. А? Я покажу видео, но сейчас я вам расскажу вот. Спасибо. Чтобы сочеталось главное, очень правильно продумайте, чтобы человек, зритель или судья, он не сможет смотреть дважды и на вас, и на экран. Старайтесь продумывать так, что когда действие идет на экране, у вас минимум действий. Вы как бы что-то делаете... Ну, это не важная роль, чтобы судья это увидел. Важно, чтобы он смотрел на экран. А когда на экране какое-то... Ну, вот то, что не можно смотреть, они сразу переключаются на вас, а вы в действии. Вот, красиво, чтобы оно шло органично. Потому что бывает, что... Кто-то включает видео, и все смотрят видео, а выступления никто даже толком не видел, и костюмы не запомнил, и судья такой, а какой он был там костюм? Ну, кто-то вставлен в комментариях. Понятно, что человек даже не выиграет. В общем, а чтобы выиграть, ну, надо очень грамотно. Либо без видео, конечно, тоже можно, тоже классно. Но я почитаю органику. Когда у нас все сочетается, все очень красиво. Я вам сейчас покажу видео, и тоже объясню, вот, которое было на этом экране. Мы очень старались над этим видео. Но ничего, только мне вышло. Вот это. Вот это. Странно, я скачала вот так. Или вот так. А, сейчас есть свои поиска, и я вам сейчас его покажу. Сейчас, секундочку, надо подождать. Я думаю, я его скачала, а я сейчас его не буду. Сейчас я уйду. Спасибо. Тут мое видео. Сейчас. Сейчас. Эй, Диана, она будет как-то мать-бой. А, блин. А, блин. Зачем мне это будет? Зачем я записываю? Зачем я записываю? Зачем я записываю? А где проходил фестиватель? В филе или геймбол? Я думаю, там просто огромный. Здесь, а... А ты мне здесь. Да все равно поможете. Там ножички. Ну, нет. А почему она не записывала? Нет. Не помню. Так. Сейчас не будет. Главное не забыть выйти. Напомните мне, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Вот оно. Вот это видео, вот оно будет. Сейчас. Много будет. Ну, ладно. Я поставлю чуть-чуть меньше качества, но все поняли, что мы старались, оно было отличным качеством. Здесь ничего не происходит, потому, что играет музыка. И мы сами действуем на сцене в это время. Видимо, не активно, но картинка красивая, и яйка. И вот оно тяло, а я здесь его видела. В этот момент медиа и гостерей логинейки. Бомбануло. Горит очаг, просто. Тут пауза, потому что пауза не до умения. Пошли воспоминания этой птицы, потому что дешканализм включён в том, что он любит тебя. И ему очень больно, когда его всё время у него взгляд. Очень так. Нет, не пьём, а я всегда составляю пьём его. Как этого не хватало на видение? Да. И дальше пошло. Видимо... Я на экран уже внимания не объявляла. Человек, который смотрел это выступление герою, не увидел всего этого. Мы очень сочетались. Ты видела это? Может быть, кто стоял на верху, на сцене, был большой балкон, может быть, кто смотрел на верху, ещё как-то его видели. Но это было очень неприятно для организаторов. В общем, да. Сейчас я вам... Если вам сейчас за спиной поставили они словы, то обращали бы внимание, потому что он был по центру сцены. Он лучше всего. У вас вообще... Да, вот там, где мы действовали, оно затухало. А когда надо было что-то показать, что мы не действуем, вот происходило на видео... Ну, как и всё. Ну, как и всё.